Сегодня откроем с вами книгу Исход, 12 главу, и прочитаем с первого стиха. Исход, 12 глава, с первого стиха. Если вы нашли, я прочитаю. И сказал Господь Моисею Аронове в земле египетской, говоря, Месяц сей да будет у вас с началом месяца первым, да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему, обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнца у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут через лаваши припаясаны обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земли египетской. От человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Давайте еще 13-й прочитаем. 13-й. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Простите, пожалуйста, субтитры не показали вовне, потому что я предупредил ответственную сестру за субтитры, что буду читать до 12-го стиха. Она не сказала, что буду до 13-го читать. Ведя духовную жизнь. Знаете, если меня спросят, что больше всего нравится мне? Это второй стих 12-й главы книги исходят. Месяц сейда будет у вас с началом месяцев. В 1962 году, до того, как я получил прощение грехов и родился свыше, моя жизнь была очень темной, печальной, злой. Я думал, почему я родился человеком? Мне очень не нравилась моя жизнь. Но, читая Библию, я видел, что месяц сейда будет у вас с началом месяцев. Хотя, я не знаю, это март, май, или же, может быть, другой какой-то. Написано, месяц сейда будет у вас с началом месяцев. Первый между месяцами года. Например, сейчас, представим, что август месяц. И если Господь говорит, пусть будет началом месяцев у вас. То есть, означает, что то, что вы жили до августа месяца, уже не считается. Когда я слышал это слово, я был очень-очень счастлив. Моя жизнь до сих пор, она была очень темной, очень страшной, очень стыдной, грязной. Если этот месяц станет для меня первым. Неважно, какой этот месяц. То есть, я могу начинать отчет своей жизни с этого месяца. А вот теперь мое начало жизни. До сих пор это уже не считается. Если я совершал зло. Если была какая-то грязь. Так, грязные вещи. Мои чувства до сих пор, это все уже не считается. В тот момент я очень ненавидел себя. Знаете, когда я смотрел на себя в зеркало. Я думал, есть ли такой еще негодяй подобный мне? Ох, супак, ты злой, ты грязный, я кричал. Я очень и очень сильно ненавидел себя. Я был некрасивый. Я низкий ростом. И я ничего не могу делать хорошо. Да, больше всего, именно сердце мое было грязное, испорченное. Когда я смотрел на себя в зеркало, каждый раз я говорю, ты такой негодяй, ты такой злой человек. Ты грязный человек, я кричал себе в зеркало. Но именно в Библии необходима такому человеку, как я. Я такой грязный и злой человек. Я такой ужасный человек. Но написано, месяц сейда будет у вас с началом месяцев. Например, это месяц сентябрь. То есть до сих пор моя жизнь, это не действительно уже. Теперь я начинаю жить по-новому. Вот если это на самом деле так, насколько это хорошо. Грязный грех, зло. Да, моя грязь. Я от всего этого получаю свободу и начинаю новую свою жизнь. И сейчас уже 2020 год наступил. Мы проводили пасхальное богослужение. Правительство сказало, что нельзя проводить большие собрания. Поэтому через приложение Zoom мы проводили собрание. Мы решили проводить пасхальное собрание. Мы провели трижды служение, рано утром, днем и вечером. Но мы начали служение, и потом сказали организатору, что сейчас появилась какая-то остановка в процессе трансляции. Система заморозилась. И потому что множество людей зашло. Я спросил, сколько же? Два миллиона людей участвовали в тот день. Что? Два миллиона? Два миллиона. Я не понимал. И в обедах же было. И вечером. Пасторы, которые были организаторами этого служения, они были потрясены. И зайдя в интернет, мы увидели, сколько люди оставили комментариев с благодарностью. После того, как мы закончили пасхальное возслужение, во время пасхи мы переводили проповедь на пять языков. Корейский, английский, китайский, испанский и французский. Сестра Ли Чан Ми, которая переводила на испанский язык, она сказала, когда уже заканчивалась проповедь, очень многие люди начали писать в комментариях, что они получили спасение. Говорят, где-то три тысячи они насчитали. Но после этого не могли уже насчитать, сколько же людей. Говорят, что три тысячи людей точно получили спасение именно испаноговорящих стран. На самом деле, это один из языков, который используют меньшинства. Мы были шокированы. Потом мы запланировали библейский семинар. Из-за коронавируса люди не могут выходить на улицу, не могут свободно перемещаться, поэтому они находятся у себя дома. Но я хотел поделиться Словом Господа для того, чтобы передать поддержку людям, которые страдают от коронавируса. Но в это время не было никаких соревнований, ни выступлений, поэтому из телестанции они приняли решение транслировать наш семинар. Первый день, когда мы начали семинар, мне сказали, что 130 миллионов людей зашли и слушают Слово. Тогда я, ого, 130 миллионов. Я не мог поверить в это. Как такое может быть? Это невозможно. 130 миллионов? Но потом мы считали 200 миллионов, 300 миллионов, 400 миллионов. Да, я не мог поверить в это. Но на самом деле это факт. Уже говорят, что больше 800 миллионов, даже 900 миллионов. Я был очень-очень счастлив. Знаете, я ничего не сделал особенно, но мне кажется, что я стал известным в последнее время. И из многих представителей СМИ попросили меня дать интервью. И тогда я мог искренне рассказать о том, что находится в моем сердце. Знаете, кто такой Бог? Какой Он? Бог — это не человек. Если бы Бог был таким же человеком, как мы, тогда бы мы все получили вечную погибель. Но Господь — это такой, который все сердце вложил для того, чтобы спасти нас. Но в чем же проблема? Господь, Он открыл путь для спасения нас. Когда Господь создал человека, Он сказал Адаму, не ешь от дерева опознания добра и зла. От всех деревьев в раю ты можешь есть. Но не ешь от плодов дерево опознания добра и зла, потому что, когда ты съешь, ты умрешь. Но наш предок Адам, он был обманут сатаной. А нет, ты не умрешь. Откроются твои глаза, и ты станешь как Бог. Адам хотел стать подобным Богу. Поэтому он получил такое искушение и съел от дерева опознания добра и зла. И с того момента он получил мудрость, чтобы разделять добро и зло. Даже если Господь не открывал ему, он понимал, что такое добро и зло. И тогда открылся путь, не такой, как у Бога, а другой путь для Адама. Господь старается, чтобы мы все были спасены. но мы даже ничего не знаем об этом. Но если с верой мы принимаем то Слово, которое Господь дает нам, тогда это не проблема. Но люди, они ведомы духом злым, поэтому получают его мудрость. Человек не понимает того, но сам двигается к отчаянию. Поэтому для того, чтобы освободить нас с этого пути, дал нам путь ко спасению, и мы можем пойти по нему. Если мы оставим все свои мысли и пойдем по тому пути, который предлагает нам Господь. Знаете, сегодня, ория проповедь, я хочу сказать вам одно. Я видел много способов, как мы можем драгоценным способом получить прощение грехов. Хотя многие люди говорят, что они верят в Бога. Они читают Библию, да. Читая Библию, есть два духа. Первый дух – это Божий дух, и второй – это злой дух. Если мы ведомы Библией, тогда мы можем следовать за Духом Божьим одинаково. Но если мы ведомы другим злым духом, тогда хотя мы слушаем своими ушами Слово Бога, но злой дух проводит так, чтобы мы не могли двигаться с Богом по одному пути. и мы идем в другую сторону. Хотя многие люди открывают, читают Библию, говорят, я верю в Бога. Но если мы не можем обнаружить точное сердце Бога посредством Библии, тогда мы идем неправильным путем. самая большая проблема заключается в том, чтобы я получил прощение грехов и попал в Царство Небесное. Знаете, в наше понятие в голову вложился-то на что? Ты должен делать добро. Ты должен быть верным. Тебе не нужно грешить. Тебе нужно молиться. Тебе нужно покаяться. Именно Сатана вложил такие мысли в наше сердце. Именно поэтому Он сделал так, чтобы мы не могли следовать за тем, что говорит Господь. Хотя я согрешил. Но Господь меня примет, если я буду верным Ему. Господь поможет мне, если я буду усердно работать. Если я буду много молиться, Господь благословит меня. В таких мыслях мы находимся в своей жизни. Знаете, когда я был во Вьетнаме, я встретился с одним известным пастором. Этот пастор, он долгое время просидел в тюрьме именно за Евангелие. Он очень был известным. И он пришел на встречу со мной, когда я был во Вьетнаме. Мы поговорили, и говорили мы о спасении. Я спросил, вы готовы ли попасть в Царство Небесное? Тогда что он сказал? Почему я не попаду в Царство Небесное? 14 лет я просидел в тюрьме. Я сказал ему, пастор, простите меня, но мы не попадаем в рай своими поступками. Тогда он разозлился на меня. Пастор, вы знаете, что такое находиться в тюрьме? Не только я так страдал. Мои дети подбирали шкурки от фруктов, чтобы пропитаться. Моя жена, она жила как нищая. Также и моя жизнь в тюрьме была очень мучительной. вы когда-нибудь пошли в тюрьму и сидели ли там 7 или 14 лет? это вообще ужасно вспоминать даже. И что, тогда я не могу попасть в рай, вы говорите? Пастор, мы не попадаем в рай нашими поступками. Пастор, вы когда-нибудь из-за Иисуса попадали в тюрьму? Нет, я не попадал ради имени Иисуса в тюрьму. Но мы не попадаем в рай по делам. Мы не могли никак договориться. Он говорит, что он очень известен именно верующим человеком. Но он не знает точно, он не знает о Боге. Точно поэтому он говорит, я так долго страдал в тюрьме 14 лет. Я что, не смогу попасть в рай, если я страдал ради имени Иисуса? Он говорил, что он был предан Богу. Но он совершенно не знал о Слове Бога. Знаете, не только он такой. На сегодняшний день многие христиане они не знают о фактах, которые написаны в Библии. Поэтому по-своему они читают Библию, находят какой-то путь, но это не есть путь Иисуса. Здесь в 12 главе книги Исход написано о Пасхе. 430 лет израильтяне находились в рабстве в Египте. И Господь решил через 430 лет освободить и вывести их из Египта. И это был последний день, когда Господь производил суд над Египтом и давал проклятие. Именно это проклятие заключалось в том, что Он убьет всех первенцев в каждом доме. тогда израильтяне проживали на территории Египта. Тогда что Господь сказал израильтянам? В 11-й день вы должны приготовить Агнца. Да, простите, в 10-й день сего месяца. В 10-й день сего месяца приготовьте одного Агнца. Тогда этого Агнца вы отдельно приготовьте и в 14-й день этого места вы заколите его вечером. В 14-й день этого места заколите Агнца. И сперва вы возьмите после закола Агнца его кровь и помажьте на косяках и на перекладине его кровью. получается вход он квадратного вида. И есть такие две как колонны при входе. Да, есть перекладины сверху и внизу порог. Знаете, это уже не используется такое слово в Корее. но практически нет такого человека который знает что такое перекладина. И когда я говорю перекладина люди вот на таком древнем языке они думают что это какой-то вид алкоголя. они говорят тогда вот на косяках и на перекладине зайдите в этот дом тогда вам нужно есть мясо вы должны припоясаться надеть свою обувь и так оно написано с поспешности и надо есть это мясо и Бог говорит а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской всех я истреблю но написано что я пройду мимо тех домов где помазаны кровью перекладины и косяки представляете песс овер это пройти мимо да это очень просто запомнить а у нас говорят это как июнь или июль то есть мы можем тоже запомнить мы говорим проходить мимо тогда это значит я пройду мимо господь дал проклятие что погибнут все первенцы в земле египетской но какие они были добрые насколько они были верные насколько они были усердными насколько они были честными господь он святой поэтому он дает хороших хорошим дает благословения а злым он дает проклятие тот который чистый верный они думали что именно таких ангел смерти пройдет но в этом месте библии не так написано господь совершенно не смотрит насколько они грязные злые или безобразные решение господа он убьет или оставит живых зависит только от помазан или косяки и перекладины крови или нет неважно какой человек если на его косяках и на перекладинах помазана кровь тогда господь увидит а в тот день уже этот человек получил проклятие уже кровь помазана тогда он проходит мимо но в какой-то дом пришел и там не было помазана кровь на косяках и на перекладинах ой здесь не помазана кровью на косяках и перекладинах тогда они должны погибнуть может быть они где-то мелко помазали то он начал подробно смотреть но не нашел крови на косяках и на перекладинах тогда ангел смерти зайдет и мечом убьет первенца в этой семье именно это место эта история объясняет много в нашей духовной жизни знаете большинство людей Бог он добрый они думают что если они будут честными и хорошими тогда Господь их благословит а если злые и плохие люди тогда Господь их проклянет господь господь ни в коем случае не ищет добрых или верных людей для того чтобы их благословить что жаляется добром перед Богом помогать другим или же работать для нищих людей это не такое дело в глазах Господа добро это знаете что когда человек имеет одно сердце с Богом даже если он не знает что то другое но именно Господь принимает того которое объединяется с ним сердцем тогда что Бог говорит помажьте на косяках и на перекладе кровью ангца поэтому я пройду мимо это Пасха Господня так написано даже если это очень добрый человек но если он не помазал на своих косяках на перекладе на кровью тогда ангел смерти зайдет открой дверь зайдет и убьет первенца именно в этом аспекте наши мысли отличаются от мыслей Бога знаете почему же отличаются очень много людей которые считают что они добрые но своим добром сколько человек может сделать когда Господь смотрит на человека тогда это очень отличается его взгляд когда я знаете был в Тегу в Падоне я проповедовал слово я говорю о том что в человеке нет добра и он не может своим добром достичь царства небесного но после служения одна женщина подошла ко мне знаете именно район Падон он немного бедный такой и эта женщина занималась она работала в аптеке там было очень много нищих людей но были люди которые постоянно приходили и что-то приобретали в аптеке и если человек болит например туберкулеза ему нужно непрестанно принимать лекарства и если он остановит прием лекарства тогда тогда не могут туберкулезные клетки погибать тогда если еще остается действие лекарства на туберкулезной клетке но когда если принимать до конца тогда они убивают все туберкулезные клетки но если половину только убили и приостановить лечение тогда эти клетки снова оживают а туберкулезные вирус туберкулеза тогда вирус туберкулеза тогда появляется иммунитет благодаря препарату против какого-то вируса туберкулеза туберкулеза но люди говорят это тяжело эта сестра очень хорошо знала ситуацию потому что она фармацевт она знала вот как в такое-то время примерно придет такой человек и купит такое лекарство туберкулеза и если человек не приходил в то время которое она планировала тогда она звонила и приглашала в аптеку тогда он приходил ой у вас уже нужно покупать лекарство почему не пришли да я тоже знаю об этом но у меня не было финансов чтобы приобрести лекарство но если у вас даже нет денег вам нужно принимать этот препарат если сейчас вы упустите момент тогда потом если вы будете принимать лекарства вы не сможете вылечиться вы умрете но у меня же нет денег что мне делать тогда она дает за свой счет лекарства вы останьтесь живы главное и потом когда у вас появятся деньги тогда принесите и тогда она говорила что не может даже все свои деньги вернуть даже если возвращают разве это не есть добро конечно это добро но что библия говорит шестая глава книги бытие увидел господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время тогда люди удивляются сильно мы думаем что эти мысли они злые а эти добрые а бог совершенно по-другому думает написано что все мысли помышления сердца их были зло во всякое время тогда эта сестра говорит но это же добро сестра прочитайте шестую главу книги бытие написано что зло во всякое время сейчас ваши мысли и бога мысли отличаются поэтому она не могла понять и знаете о чем я рассказал ей я поехал в США чтобы проводить в Чикаго семинар и одна сестра она занималась продажей аксессуаров и однажды она пришла ко мне и дала мне вот такую золотую цепочку огромную знаете я часто летаю на самолетах иногда бывает что я выхожу в аэропорту мне нужно очень быстро ехать чтобы успеть к началу семинара поэтому я ничего не кладу в свою сумку чтобы меня могли за что-то поймать да но моя жена она возит все и кимчи да и знаете я был уверен в том что меня остановит из-за этой цепочки поэтому я специально вынул ее из своей сумки потом я сел на самолет и прилетел в Корею когда я прилетел и приземлился в аэропорту и меня спрашивал таможенник есть ли во что задекларировать я говорю нет а можно я посмотрю вашу сумку пожалуйста смотрите я увидел что там лежит эта огромная цепочка я был шокирован а наверное кто-то подумал ой чтоб пастор не забыл я положу в его сумку когда я куда-то отошел представляете это огромное если я перевез бы вот это золото тогда бы я считался контрабандистом тогда меня считали пастор контрабандист таможеннику что таможеннику что я провозил библейский семинар и кто-то пришел дал мне это это не настоящее золото золото так если бы это было настоящее золото это зачем мне давать такую дорогую вещь но что мне таможник сказал мы не можем различить настоящее золото чистое и позолоченное тогда это вообще шум поднялся вокруг кто положил мою сумку и тогда я сказал простите а могу ли я получить нож да конечно я сейчас вам дам дайте пожалуйста нож он принес я сказал попробуйте поскрести ничего страшного да ничего попробуйте возьмите ножом вы поскребите знаете золотая цепочка сколько вы ее не скребли ножом она останется золотой но если это позолоченное тогда золото стирается и другой цвет показывается тогда таможенник улыбнулся и сказал забирайте поэтому я специально ничего не беру то что может меня остановить в аэропорту поэтому если кто-то мне что-то давал тогда я приношу цель говорю пожалуйста братья и сестры вы забирайте когда мы внешне смотрим нам кажется что это золото но если посмотрим внутри там другой металл это позолоченная вещь что это значит добро которое вы говорите сестра вы можете сказать что вы добрый человек если все время из глубины души поднимается добро знаете некоторые говорят так да я сколько не терпел не мог больше терпеть поэтому я разозлился то есть в конце концов он разозлился он злился но он терпел но в глазах Бога это уже не добро сколько бы мы не скребли ножом золотую цепочку она будет золотой до средины поэтому человека сколько бы не скребли в глубину души там должно быть только добро но если человек терпел терпел потом взорвался от злости значит это позолоченный человек одобренный только сверху в глазах Бога это не добро поэтому вы добрые вы пожертвовали или что-то делали для Бога молились в силе Господь не считает это добро знаете сейчас люди какую идеологию имеют какое сердце хотя я в чем-то ошибся но если я буду молиться если я буду делать добро тогда мои грехи очистятся они так думают ни в коем случае так не будет когда мы попадаем в мир веры по существу мысли человека мысли Бога совершенно отличаются поэтому если мы мы посмотрим в наше сердце и если оно отличается от Бога то мы должны потерпеть погибель когда мы читаем о Пасхе Господне в 12 главе книги Исход люди которые имеют известность благодаря то что они очень добрые которые верно жили так какая разница там я помазал не помазал главное что я делал добро ничего я добрый поэтому если я не помажу на косяках кровью это ничего страшного я не знаю может быть кто-то согрешил поэтому ему необходимо помазать косяки кровью но я добрый поэтому мне не обязательно это делать очень много людей которые имеют именно такое сердце но что же говорит Бог Господь сказал не то что ангел пойдет и посмотрит добрый человек или злой он преданный Богу или не очень он не будет на это смотреть он верен или не верен Господь будет смотреть только на одну вещь помазаны косяки кровью и перекладаны или нет когда мы читаем Библию мы очень много видим таких моментов но когда мы слушаем слово Бога мы часто смотрим через свои мысли да я говорил о женщине из этой прелюбодеянии хотя я сказал вам уже почему женщина прелюбодействовала потому что у нее появилась похоть в сердце нет если у человека появляется похоть не каждый прелюбодействует даже если у человека появляется желание прелюбодействовать но прелюбодеи должны быть побиты камнями хотя меня могут не поймать на прелюбодеянии но если меня словят на этом деле тогда я умру поэтому эти мысли о том что я хочу прелюбодействовать они убегают из моего сердца но кто же прелюбодействует если я вот так совершу прелюбодеяние тогда меня не поймают они они вот так думают поэтому совершают прелюбодеяние знаете долгое время я проводил лекции для заключенных в тюрьмах и знаете о чем они думают а почему я в этот раз попался а я пошел пошел воровать когда муж вернулся с работы если бы я пошел в другое время тогда меня не словили а в этот раз я оставил свои отпечатки пальца на месте а в следующий раз я не оставлю отпечатки пальцев тогда меня не словят они так думают кто эти люди это люди которые всю жизнь проводят в тюрьме когда они попадают в тюрьму они думают почему меня словили а я оставил оставил свои отпечатки пальцев поэтому меня словили в следующий раз если так не поступлю меня не словят но все равно их ловят то есть они до конца доверяют своим мыслям почему люди играют в азартные игры потому что они доверяют своим мыслям когда они нажимают на рычаг они они представляют да что придут деньги очень хорошо тогда все любят когда выигрывают все любят деньги но те кто играют да эти люди они не просто желают получить деньги но когда появляется проблема или они принимают решение совершить самоубийство или же какая-то проблема появляется в семье именно в их сердце появляется горячее желание отыграться отыграть те деньги которые они проиграли поэтому люди когда идут обычные они не чувствуют никакого запаха но если мы голодные тогда издалека мы чувствуем запах вкусной еды правда да это так даже издалека но мы чувствуем этот приятный аромат и чем больше я нуждаюсь в деньгах тем больше у меня появляется желание в сердце сыграть и выиграть деньги чем больше я хочу поиграть и выиграть деньги тем больше у меня ощущение появляется что я в этот раз точно побеждаю и выигрываю потом этот человек снова приходит и играет он теряет деньги но он думает в этот раз точно я выиграю но люди есть которые даже свою операцию деньги отложены они тратят на игры потому что им кажется в этот раз точно я выиграю тогда не важно какого это рода деньги откуда они взялись но люди нормального мышления они тоже думают да мне кажется я смогу выиграть но они проиграли когда они снова хотят проиграть поиграть а в прошлый раз я хотел выиграть но я проиграл тогда хотя я сейчас хочу выиграть но я смогу и в этот раз тоже проиграть если мы так начинаем размышлять тогда можно перестать играть в иstormе и мы почему люди продолжают играть потому что они думают в этот раз точно я выиграю прошлый раз я думал что я выиграю они бояли проиграли ты Betras точно я выиграю поэтому они начинают снова играть и проигрывают потом снова хотят играть поэтому они тратят свое имущество и продают дом и это проигрывает когда люди нуждаются в чем-то. Да, они думают о добре, они думают о том, что они совершили добро, о том, что они хотят совершить добро. Они считают, что этого достаточно, делать добро, чтобы попасть в Царство Небесное. Но Господь не принимает добрых людей в Царство Небесное. Честных Он принимает. А знаете, кого Он принимает в Царство Небесное? Только людей, которые помазали на своих косяках кровь. Неважно, какой это человек. Хороший или плохой. Если ты хочешь послушаться Слово Моего, не делай другого добра, а помажь на косяках кровь. Я пройду мимо только, когда увижу кровь. Неважно, какой ты добрый. Если у тебя не будет крови на косяках, ты погибнешь. Бог именно так сказал. Но на сегодняшний день многие люди, они ходят в церковь, они стараются быть верными, они молятся, пытаются много служить, они начинают записывать, что они сделали для кого-то. И они обмануты тем, что думают, что за это Господь их примет. Но здесь в исходе, 12 глава, 13 стихи, что написано? Да, я забыл об этом предупредить, но потом я прочитал с вами. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губителя, когда буду поражать землю египетскую. Для того, чтобы нас, которые достойны были проклятия и погибели, спасти от грехов, Господь не сказал, я спасаю добрых людей. Я убью всех. Но кого, он говорит, спасет? Добрых? Или же красивых лицом? Или же честных? Те, которые молятся? Господь совершенно не смотрит на эти поступки. Бог смотрит только, помазано ли на косяках и на перекладе на кровь, или нет. Сегодня мы с вами обсуждаем то место, которое прочитали в Библии. Правильно? Я сейчас говорю по Библии или нет? Библия так говорит, правда? Среди вас есть добрые и менее добрые, правда? Есть очень злые и не очень злые. Давайте поговорим с вами. Люди смотрят по их рассуждению, есть разница. Но когда Бог смотрит, одинаковые. Вы же смотрите на муравьев, они все одинаковые, правда, для вас? Они все одинаковые. Да, в мире людей есть такое разделение добрый или менее добрый. Да, у нас есть много способов, как распределить это. На поле футбольном, тогда кого мы больше любим, признаем? Тот, который хорошо сбивает гола, правда? И мы считаем, что если человек сдает экзамен на госслужащего, тогда он хорошо сдает свой экзамен, тогда такого принимаем. Но для Бога, даже если мы добрые, мы от начала нашего злые, поэтому наше добро ничего не значит. Мы честные, но иначе мы нечестные. Даже если мы исполняем 10 заповедей, это не считается. Если мы усердно молимся, это тоже не считается. Почему? Потому что мы смотрим по своему стандарту добрые. Но Господь сказал, все злые. Поэтому наше добро человеческое это не является добро. Но мы как позолоченные украшения. Правильно? Это так. Например, золотая цепочка. Внешне кажется, что она золотая. Но когда мы снимаем верхний слой, а сверху это позолотили, покрыли золотом, но внутри медь или какой-то металл другой. но это не золотая цепочка. Золотая цепочка настоящая? Сколько бы ни снимать верхний слой, там все равно появляется золото. Аминь? Но мы среди людей даже если человек подобен чистому золоту. Сколько бы ни снимать верхний слой, там все время показывает только золото. нет ни одного человека, которого скрести, скрести ножом и появится только добро. Если мы посудим по рассуждению Господнему, кто добрый, тогда нет ни одного доброго. Но Господь как рассуждает о добре? Если ты добрый, тогда слушай меня. Помашь крови на косяках и перекладинах. Тогда я приму это за добро твое. Тогда люди, которые имеют множество грехов, они думают, ой, я такой грешник, если я помажу кровью, смогу ли я остаться в живых, тогда я, наверное, умру. Они так думают. Но это неправильные мысли. Если Господь сказал, увижу кровь, пройду мимо, значит, он пройдет мимо. Что же такое кровь, что если помазать ее, человек может не умереть? Почему Он говорит, что всех истребит, но те, которые помазали на косяках крови, таких не истребит? Это очень просто. Очень простой ответ. Агнец показывает нам Иисуса Христа. Иисус — это Агнец Божий. Иисус — это Агнец Божий. Поэтому Агнец Божий, Иисус, Он пришел для того, чтобы быть распятым на кресте за нас. Когда Он был распят на кресте, пролил кровь и умер. Знаете, что произошло? Господь определил, что уже оплачены наши грехи. Да Он своим законом определил так. И если будет помазана кровь на косяках и на перекладинах дома, тогда Мое добро, Моя честность, Моя десятина или молитва, это вообще не считается. Потому что мы согрешили. Но кровь Иисуса, Который бы распят на кресте за нас, когда Господь увидит эту кровь Иисуса Христа, тогда Он пройдет мимо нас. Поэтому Мое добро нужно выбросить из Мого сердца. Все, что бы я ни делал, нужно выбросить из Мого сердца. Иисус, Сын Божий, Он умер на кресте за Меня. И когда Иисус был распят на кресте, Мои грехи были прощены. Господь смотрит, на эту кровь принимает Меня. Знаете, таких слов много в Библии. Сороковая глава книги Бытие. Когда Иосиф был продан в рабство, и в Египте, в тюрьме, он встретился с виночерпимым хлебодаром. Тогда и хлебодар, и виночерпи, они видели сны. Когда виночерпи говорил о своем сне, он видел во сне виноградную лозу. Там было три ветки. появились листья, потом цветы, и появились плоды. Когда он говорит, «И видел я, что я взял гроздь виноградную и выдавил чашу фараона, и подал ему». Тогда Иосиф объяснил. И он сказал, «Это три дня, три ветви, это три дня». Через три дня фараон вознесет голову твою и возвратит тебя на место твое. То есть означает, что он освободится от тюрьмы. Тогда ему очень понравилось. Хлебодар сказал, «Тоже я видел подобный сон». Он увидел, что у него три корзины на голове. И в верхней корзине всякая пища фараонова. И разные изделия пекаря, и птицы клевали ее. Тогда Иосиф объяснил. Три корзины — это три дня. «Через три дня фараон снимет с тебя голову твою. И птицы будут клевать плоть твою». Тогда я смотрю, почему же у них такие сны? Я понял, почему он так разъяснил. Почему же было решено, что виночерпи будет жить, а хлебодар умрет? Когда мы проводим причастие, тогда мы принимаем хлеб и вино. Хлеб — это показывает тело Иисуса, которое Он отдал за наши грехи. А вино символизирует кровь, которую Иисус пролил за меня. Получается, кровь, которая была написана в день Пасхи помазать, и также причастием мы принимаем вино, как кровь, это значит о том, что Иисус умер за меня. Хотя я много согрешил. Но теперь я иду с этим вином. «Смотри, царь, на это, хотя я согрешил, но это вино, который умер за мои грехи. Поэтому не смотри на меня. Прими меня, посмотрев на кровь Иисуса, который умер за меня». Бог говорит нам об этом. Таким образом, виночерпи получил спасение. Но хлебодар, он погиб. Почему же он погиб? Три корзины решетчатых символизируют плоть Иисуса, тело Иисуса. Но что-то не хватало. Поэтому он положил туда еще всякие изделия пекаря. Чтобы мы попадаем в рай, не мы своим добром делаем. Мы не молитвами и не честностью, не верностью мы идем. Мы согрешили. Нам нужно решить эту проблему. Но нет ничего, чтобы решила нашу проблему с грехами, только кровь Иисуса. Поэтому в крови Иисуса нет ни одного недостатка, чтобы сделать нас достойными Царства Небесного. Здесь написано о снах, виночерпи и хлебодара. И здесь написано вино, и там написано в исходе 12-й главе точно такая же кровь. Смотри, Господь. Вот, ты не видишь вино? Вино символизирует кровь Иисуса, который пролил за нас. Я согрешил. Но Иисус пролил свою кровь и умер за мои грехи. Он умер и пролил свою кровь, поэтому цена греха оплачена. То есть мы как можем пасть Царство Небесное только от силы крови Иисуса? Вы знаете, во многих церквях поют гимны. Такой гимн. Мы искуплены кровью Христа. Потом говорят, давайте помолимся. Ой, Господь, прости наши грехи. Тогда не совпадает. Только что мы говорили, что мы искуплены кровью Христа. А теперь просим прощения за грехи. Это путает Бога. Это же не совпадает. Почему? Потому что люди не имеют точной веры. Кровь Иисуса — это не теория. Иисус был распят на кресте и умер. Кровь, которую Он пролил, очистила нас от всех грехов. Поэтому что значит в Ветхом Завете помазать на косяках кровью? То, что я должен был убедить, но вместо меня умер. Уже мой дом прошла, смерть мимо. Просто проходи, ангел, мимо. Да, праздник Пасхи это означает проходить мимо. Поэтому, когда мы получаем спасение, это ни в коем случае не происходит благодаря моим поступкам. Когда Иисус был распят на кресте и умер, Он пролил кровь. Именно тогда Он оплатил за все наши грехи. Поэтому, когда мы идем в Царство Небесное, мы от силы крови Иисуса идем туда. Когда священник входит во святилище, Он с кровью входит туда. Если священник неправильно поступит, тогда Он может умереть. Поэтому Он не заходит без крови. Он обязательно имеет кровь Агнца. У меня есть недостатки. У меня есть грех, у меня есть ошибки. Но кровь Агнца показывает Иисуса, который умер за мои грехи. Это кровь Простила все наши грехи. Поэтому, когда мы получаем спасение, мы не имеем ничего, кроме крови Иисуса. Есть такой гимн также. Что вину мне может смыть, о ничто, лишь кровь Иисуса. О ничто, лишь кровь Иисуса. Израильский народ 430 лет прожил в рабстве у Египта. И после этого они вышли, чтобы идти в Хананскую землю. Кто мог пойти в Хананскую землю? Именно тот, который помазан на косяках и перекладина кровь Агнца. Иисус является Агнцем Божьим. Он пролил кровь свою из-за нас. Поэтому, хотя я согрешил, но достаточно крови Агнца. Она очистила мои грехи. Поэтому я могу жить смело. Есть человек, который считает, я честный, поэтому мне не нужно мазать кровь на косяках. И тогда он умирает. Но сатана путает нас мыслями. Я жертвовал десятину. Я 40 дней постился и молился. Я очень верно был перед Богом. Я много молился. Не собираетесь этим попасть в Царство Небесное. Бог смотрит только на кровь Агнца. Эта кровь, она показывает того Иисуса, Который имел вместо нас. Что может очистить наши грехи совершенно? Нет ничего, кроме крови Иисуса. Понимаете? Поэтому, хотя мы слабые, у нас есть недостатки и пороки, но кровь Иисуса искупает все наши грехи. Поэтому посредством этой истории о Пасхе Господней у нас здесь написан точный путь. Я верю в то, что кровь Иисуса очистила все мои грехи. И с того дня уже я не жил прежней жизнью. Это стал месяц, началом месяцев для меня. До сих пор у меня была грешная жизнь. Но Агнец погиб и простил мои грехи. Поэтому это первый месяц моего года. Моя новая жизнь началась. До этого уже ничего нет. И тогда я начал после рождения свыше жить по-новому. Так же и мы все с вами. Кровь Иисуса Христа. На то, что вы верные, честные или добрые. Все это оставьте. Наши грехи прощаются не потому, что мы добрые или потому, что мы верные. Но только кровь Агца может очистить наши грехи. Иисус пролил эту кровь. Он был распят на кресте, чтобы погибнуть за наши грехи. Он оплатил все наши грехи. Это означает, Он свидетельствовал то, что все наши грехи прощены. Поэтому как мы можем получить жизнь? Ничего не может принести нам новую жизнь, кроме крови Иисуса. Если у вас есть какое-то добро, оставьте его. Все, что вы помогали другим, оставьте. Только единственная кровь Иисуса может привезти нас в Царство Небесное. Именно поэтому Иисус пролил кровь, был распят и умер на кресте. Именно эта кровь очистила все наши грехи. Поэтому если вы не хотите умереть, тогда вы помажете на своих косяках и перекладинах кровь акца. А, да, он много согрешил, ему нужно помазать кровью на косяках. А что, Господь не знает, насколько я был добрый в своей жизни? Мне можно не мазать кровью, потому что я был добрый. Тогда глубокой ночью мы будем слышать громкий плач. Потому что если мы услышим громкий плач, «А, Господь, почему такого доброго моего сына Ты убил?» Господь не сказал, что Он оставляет живых добрых, а только тот, кто помазал кровью. Да, у вас есть память о ваших грехах. Но вы верите только в кровь. Потому что та кровь Иисуса, она простила наши грехи, она омыла их, поэтому мы верим в этот факт. И в Верховном Завете Библии написано о Пасхе. То, что кто помазал кровью на косяках и на перекладинах, он остался в живых. Так же человек, который помазал в своем сердце кровью Иисуса Христа, не потерпит погибели, и он получит вечную жизнь. Давайте помолимся. Господь, Святой Отец, мы благодарим Тебя. Мы не знали Библию. И мы хотели своим добром достичь Царства Небесного. Но Господь ничего не может нас поставить перед тобой, как только кровь Агнца Иисуса Христа. Кровь Иисуса, которая приносит на кресте, очистила нас без недостатка. Я благодарю Господа, который был распят на кресте и умер за наши грехи. Этой кровью очищены все наши грехи. Мы праведные. Мы святые. Я благодарю Тебя. Господь, и дай нам веру. Ты благослови нас. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Молились во имя Иисуса Христа. Молились во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok